Девочки шариками ртути Роспотребнадзор следствия не контролирует, это не наша компетенция. Мы контролируем состояние воздушной среды в данном детском учреждении. На сегодня мы проводили соответствующие замеры дважды. Мы проводили, помимо того времени, когда была обнаружена ртуть. На сегодня мы сказать о том, что детский сад может быть открыт, а он закрыт, мы помним, на 90 суток. На сегодня мы не можем, потому что в воздухе присутствуют пары ртути. Они не превышают предельно допустимых концентраций, но они присутствуют. Значит, подпитка где-то в детском саду еще присутствует, потому что пары ртути из окружающего воздуха не залетят. У нас воздух населенных мест не содержит пары ртути. Если там фенол, формы дегид, оксид азода, диоксид может с улицы, с транспортом и так далее, с фоном быть, то тут такая ситуация, что извне пары ртути не прилетят. Поэтому наша позиция такая, что мы будем настаивать на том, чтобы детский сад открылся только после того, когда вообще никаких следов не будет. Не то, что не будет превышения, вот сейчас нет превышения, а не будет и следов, наличия ртути. Я думаю, что эта позиция правильная.